В Ивано-Франковске разгорается скандал в связи с появлением в интернете видеодраки между учениками одной из школ. Его обнародовал юрист Украинского Хельсинского Союза Олег Веремиенко. Он заявил, в этом заведении учащихся бьют систематически, а руководство попросту закрывает на это глаза. Подробнее далее в сюжете. Эти видеокадры на своей странице в фейсбуке разместил юрист Олег Веремиенко. На них ученики 13-й школы Ивано-Франковска выясняют отношения. Правозащитник пишет, случай далеко не единичный. В школе действует настоящая банда старшеклассников. Они постоянно бьют младших, а преподаватели попросту закрывают на это глаза. Парень, которого избивают, Юрий, ему 13, он сирота, живет с опекуном с сестрой. Встречаться с журналистами она не захотела, мол, претензий никому не имеет. В руководстве школы вообще считают видео постановочным. Психолог подивится, то будет видно, что это не настоящая бейка, это просто разыгранный инцидент. А так называемом разыгранном инциденте, который произошел в школе, в департаменте образования узнали недавно. Ситуацию, мол, только изучают. Мне даже удивлена информация про то, что психологи, которые смотрели на это видео, одностойно утверждают, что это такая собирая подлитковая игра, что это такая собирая постановка. Драка была настоящей, подтверждает еще один из ее участников, Макар. По его словам, он действительно сцепился с Юрием, поскольку тот накануне не раз его обижал. Сейчас, утверждает Макар, все уже помирились. Несмотря на то, что опекун мальчика писать заявление в полицию отказалась, правоохранители начали проверку. Пока съемочная группа подробностей готовила материал о фактах насилия в 13-й школе, стало известно, что опекун избитого подростка все же пошла в полицию. Правда, заявление написала не на обидчика своего брата, а на адвоката, который обнародовал видеодраки в интернете. Мол, никто не спрашивал разрешения на публикацию. Кроме того, на видео правозащитник засветил лицо мальчика, чем нанес подростку психологическую травму. Ольга Иванченко, Жанна Дучак. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковск.